Глава региона поручил в ближайшее время провести детальный аудит реального состояния сетей. После этого состоится совещание с участием представителей ресурсоснабжающих сетевых компаний, Ростехнадзора и профильных краевых ведомств. План ремонтных компаний скорректируют в соответствии с актуальными данными по износу трубопроводов. Сегодня Барнаул является одной из точек, где у нас как-то сконцентрировались аварии, какие-то нештатные ситуации, и это связано с тем, что несмотря на то, что они достаточно своевременно и профессионально устраняются, реагирование у нас налажено, но тем не менее к неудобствам большого количества очень наших жителей краевой столицы это приводит. Виктор Томенко напомнил, что сегодня создана экономическая основа для формирования инвестиционного запаса. Эти средства коммунальщики могут направить на развитие сетевого хозяйства. Сергей Дугин сообщил, что в течение пяти лет сибирская генерирующая компания проведет в Барнауле масштабный ремонт теплосетей. В части теплоснабжения хочу сказать, что мы пошли по переходу в единую ценовую систему. Это большой плюс, поэтому мы получим 6 миллиардов инвестиций. И мы договорились, был Степан Александрович Солженицын, руководитель СГК Новый. Мы договорились, что 3,7 миллиарда пойдут именно на ремонт сетей. Это за 5 лет. И миллиард мы договорились, что тоже мы из реконструкции котельных перенесли на ремонт сетей. Сергей Дугин также подчеркнул, что ситуация с порывами на водопроводных сетях краевой столицы находится на постоянном контроле городских властей. В инвестиционной программе «Росводоканал Барнаул» на модернизацию и ремонт сетей запланировано направить 391 миллион рублей. Глеб Поленский, Дмитрий Козерлыга. Новости.